Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами зададимся вопросом, зачем мы приносим жертвы. Дело в том, что Божественная Литургия Евхаристия — это участие в жертвоприношении, которое совершает Христос. И очень важно, что Литургия — это жертвоприношение в каком-то глубоком смысле, как те жертвоприношения, которые приносились в Иерусалимском храме. И вопрос с жертвами и жертвоприношениями всегда вызывает очень глубокие недоумения. В чем же причина? Прежде всего, в нашем обиходе слово жертвоприношение связано со словом «жертва». И жертва — это всегда жертва насилия, жертва несчастного случая. Это слово, которое у нас никак не связано с каким-то праздничным или возвышенным аспектом жизни. Это всегда что-то неприятное, связанное с насилием, с унижением, с кровопролитием. Это слово, которое вызывает у нас внутреннее возмущение и протест. Но дело в том, что в других языках и в разные слова для обозначения жертвы. И речь идет именно о неком приношении. И для того, чтобы увидеть один из аспектов жертвоприношений, конечно, нужно открыть книгу Левит, первая глава. Это одно из самых трудных мест в Ветхом Завете. Здесь Господь через Моисея говорит, в синодальном переводе эти слова приводится в таком виде. «Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». Условно говоря, если приносится жертвоприношение, то вы берете домашних животных, либо крупный рогатый скот, либо коз и овец, мелкорогатый скот. И вроде бы все понятно. Но уже в древности толкователи обратили внимание на то, что с точки зрения грамматики языка здесь есть некоторые несуразности, которые позволяют этот текст переводить по-разному. Но самое главное это то, что когда кто-то из вас, буквально когда один из вас приносит жертву. И очень важно, что здесь имеется в виду, что когда мы приносим жертву, то в каком-то смысле мы приносим часть самих себя. Мы не просто ищем более слабого, более беззащитного, это может быть животное или другой человек, который мы приносим в жертву буквально или в образном смысле. Но прежде всего, всякое приношение, это мы приносим часть самих себя. Поэтому в Божественной Литургии в одной из священнических молитв, перед молитвой Отче наш, есть замечательные слова. Тебе приносим, тебе предлагаем, приносим, возвышаем вверх, к тебе приближаем нашу жизнь и всю нашу надежду, владыка человеколюбче. Таким образом, всякое жертвоприношение, это приношение себя самого, своей жизни, своих грехов, своих недостатков, всего лучшего, что у тебя есть, урожай твоей жизни. Мы приближаем к Богу для того, чтобы Он это осветил и благословил, и чтобы мы обрели это в неком преображенном и освященном виде. В еврейском языке здесь употребляется три слова. Одно из них бехемах, что сродни нашему слову бегемот, то есть вообще животное как таковое. Другое слово бакар, это вот и есть крупный рогатый скот, и слово цар, цон, которое означает стадо или мелкорогатый скот. И каждое из этих слов, вот в языке мудрецов, представляет собой определенную сторону человеческой личности, которая нас роднит с царством животных. Мы помним, что человек и животные в книге бытия сотворены в один и тот же день. И эта метафора указывает на то, что животные это наши меньшие братья, и у нас есть какая-то часть нашей природы, которая сродни им. И поэтому бехемах это прежде всего некий животный инстинкт, некое животное начало. Это не обязательно хищническое начало, которое у диких зверей, но у домашних животных тоже есть их животные инстинкты, и человек в этом смысле сродни им. И в чем же тогда смысл жертвоприношения? Когда у философа Витгенштейна спросили, в чем главная задача философии, он ответил «показать мухе обратный путь из бутылки». Дело в том, что когда муха попадает в бутылку, она бьется о стенки, и до тех пор, пока она не сможет взглянуть вверх, а она не может взглянуть, ее глаз устроен таким образом, что она видит только то, что перед ней, она так и будет биться о стекло. И жертва, жертвоприношение — это некое напоминание человеку о том, где выход, где животворящая и освобождающая связь с источником бытия, с Богом, о том, что человек всегда устремлен по ту сторону своего земного бытия. Слово «бакар», которое означает «крупный рогатый скот» в еврейском языке, созвучно со словом «рассвет» и буквально «прорываться», точно так же, как лучи солнца пробиваются, брезжут, прорываются сквозь тьму ночи, сквозь облака, точно так же и «крупный рогатый скот», который, если его не поместить в какие-то рамки, если его не оградить забором, стеной, он очень легко может заблудиться, нарушить эти рамки, и теряется грань между чистым и нечистым, между священным и профанным, дозволенным и запретным. И поэтому здесь нужны барьеры. Именно эту сторону человеческой личности, вот такое неуважение к установленным границам, пределам нужно принести в жертву. И, наконец, цон, это мелкий домашний скот, это вообще стадный инстинкт. Как мы иногда легко себе можем представить овечи, которые идут единой отарой, и никто не знает, куда они идут, они просто толпятся. И таким образом жертвоприношение, живая связь с Богом, помогает человеку подняться над толпой и действует не только руководствуясь инстинктом, стадным инстинктом, но, прежде всего, каким-то своим осознанием и видением смысла своей жизни. И, конечно, вот эти три слова, которые обозначают животных в контексте жертвоприношения, то, что человека делает человеком, очень интересно соприкасается с открытиями современной биологии. Современные ученые говорят, что геном человека на 98% совпадает с геномом других представителей животного мира. Но есть лишь небольшая часть, которая делает человека именно человеком. И эта часть, живая связь с Богом, то дыхание Духа, которое Бог вложил в ноздри Адама, и поэтому приношение Богу, это живая связь с источником этого бытия, то, что по-настоящему человека делает человеком. На портале Экзагет.ру с вами был Протерий Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Протерий Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.